Всем большой привет! Вы на канале Raventa Handmade, меня зовут Татьяна и сегодня я хочу с вами поговорить по поводу отборочного этапа в марафон Knit to Knit, о его результатах и о дальнейших моих действиях. Итак, сегодня с 20 апреля 17 числа был отборочный этап. Этот день конечно был очень волнительный для меня. Во-первых, я хотела смонтировать все свои блоги и выложить их на канал и лишь затем пустить фотографии с готовой работой в инстаграме. Видео моё получилось большое, оно считалось очень долго и потом я выгружала его на youtube и это было уже ближе к вечеру по нашему времени. По 10 часов вечера, чтобы все загрузить. Ну вот где-то часов по-моему в 5-6 я загрузила для вас видео и затем уже стала оформлять фотографии для поста на инстаграме. Фотографии конечно было море. К концу дня по итогу, по тегу для отборочного этапа было почти 1900 фотографий. Это нереальное количество. участников было порядка 700. Очень было много красивых работ. Я не все конечно пересмотрела, периодически что-то пролистывала, потому что я не могла спокойно что-то делать другое в этот день. Я вот просидела все в телефоне или в компьютере, смотря что на ютубе мне пишут какие комментарии и какие лайки и комментарии ставят мне в инстаграме. Я больше ничего совсем не могла делать. Это заняло все мои мысли. Девочки-организаторы, как и обещали в течение суток, просмотрели всех участников, все фотографии, все работы и на следующий день. В понедельник они вывесили на сайте список сотня, которая прошла в марафон и будет в дальнейшем участвовать. Я попала в эту сотню и я очень рада. Спасибо огромное всем кто за меня болел, все кто писали мне добрые комментарии на ютубе, кто ставил лайки и писал комментарии в инстаграме. Это было вообще очень невероятно. Я сидела везде с улыбкой до ушей, потому что положительная энергия просто распирала меня. Конечно, не обошлось без негатива, без каких-то разборок. Очень было вообще удивительным тем, что уже в отборочном этапе нашлись такие негодующие девочки, которые писали очень много негативных каких-то комментариев в адрес судейства. Я, наверное, поначалу что-то пыталась читать, какие-то комментарии, ведь я всегда потом поняла, что в этом нет смысла, информативного там ничего нет, а брать эту негативную энергию на себя тоже не нужно абсолютно. Поэтому теперь я читаю только посты от организаторов, сами посты, где есть важная информация, комментарии практически не читаю. Сейчас вроде все немножко поутихло уже, девочки-организаторы вывесили и правила поведения, и был объявлен первый этап и тема его, и это советская спортивная детская шапочка. Тоже было выяснение, что именно имелось под спортивной шапочкой, что имелось в виду. Сошлись на том, что это будет шапочка конькобежца. Так можно ее найти в интернете, это когда шапочка идет с мисиком на лоб и ушки тоже, как треугольничком. Такая форма шапки, исполнение может быть в любом цвете, в любом узоре, крючком, спицами, в любой технике. И отчет недели у нас 30 апреля. Если учесть, что сегодня уже 20, осталось всего 10 дней на изготовление и на съемку, что не так-то много. Вчера вечером меня посетила идея, что же это будет в итоге. Я решила, что это будет совмещение двух техник крючка и спиц. Оставался вопрос за цветом. Банально как-то красную шапку с синим, потому что как-то эти цвета в основном, если посмотреть какие-то старые фотографии на спортивных формах. Я спросила мужа, а какая у тебя ассоциация при, вот именно ассоциация цвета при словосочетании советская детская шапочка спортивная? Коричневая с белой полосой на лбу. У меня была такая. Я решила, да, отлично, хорошо будет коричневая, шапка со светлой полосой на лбу. И от этого уже у меня сложился в голове образ, то что я одену дочку, кроме этой шапки, чтобы у нас все это смотрелось гармонично. Что это будет за фотосет, где-то мы будем фотографироваться, какие у нас будут дополнительные аксессуары. Сразу скажу, что у нас будет один реально советский аксессуар, который есть у меня. И мы будем его использовать для фотосессии. И я думаю, получится классно. Так что вот, такие планы. Что по поводу моих видео? Я планирую поступить следующим образом. У нас будет одно видео выкладываться в день. одно видео будет выкладываться в отчетный день, когда я вам показываю нарезку из того, как я все это вязала, как это было подготовлено и итог с фотографиями. И в этот же день я опубликую фотографии в инстаграме. И одно видео будет у нас выходить, скорее всего, где-то в середине недели до момента отчетного, где я буду говорить вам, какие у меня итоги предыдущего этапа и какое задание будет следующее. Вот так по два видео на каждый этап для того, чтобы можно было отследить весь мой путь в этом марафоне. Напомню, что участников 100 и никто не выбывает до конца марафона. Ориентировочно это 4 месяца и несколько заданий. И по итогам, по баллам будут выбирать победителей. Я, честно скажу, не особо рассчитываю на победу и не расстроюсь, если меня не выберут. Мне очень хочется просто поучаствовать, что-то такое связать, на что бы я не решилась, при этом в ограниченный промежуток времени и связать, и сфотографировать, и все это выложить. Это такой небольшой пинок для меня, чтобы я раскачалась и как-то вязание более плотно вернулось в мою жизнь, потому что прошлый конец года я практически вообще не вязала. Так что такие у меня планы. Прямо сейчас я собираюсь вязать образец шапочки и, соответственно, начну снимать для вас влоги, как, что и чего. И 30-го числа мы с вами увидимся на отчетном влоге по первому этапу. Огромное спасибо, что смотрели меня. Всем, кто за меня болел, все, кто писал мне добрые комментарии, все, кто ставил лайки, огромное вам спасибо. Это было невероятное ощущение, это были огромные положительные эмоции, начиная с воскресенья и по сегодняшний день. Я очень, очень, очень довольна тем, что решила все-таки участвовать. Появилось огромное количество новых подписчиков в инстаграме, огромное число подписчиков на канале. Я всех рада приветствовать, надеюсь, вам будет здесь интересно. Спасибо, что вы подписались. На этом я буду заканчивать все-таки видео. Пойду вязать, так что до новых встреч. Пока!